Меры процессуального права Возмещение вреда причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс Процессуальные сроки, процессуальные документы, процессуальные решения По первому вопросу. Основание задержания Задержание подозреваемого в совершении уголовного правонарушения Это мера процессуального принуждения, которая применяется органами уголовного преследования С целью пресечения преступления Разрешение вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей Или же для обеспечения производства по уголовному проступку По которому имеется основание полагать, что лицо может скрыться Либо совершить более тяжкое деяние Должностное лицо органа уголовного преследования В праве задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления За которое может быть назначено наказание В виде лишения свободы При наличии одного из следующих условий Первое условие Когда это лицо застигнуто При совершении преступления Или же непосредственно после его совершения Когда очевидцы или свидетели, в том числе потерпевшие Прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление Либо задержат это лицо в порядке, предусмотренной статьей 130 Уголовно-процессуального кодекса Третье Когда на этом лице или его одежде При нем или же в его жилище Будут обнаружены явные следы преступления Четвертое Когда в полученных в соответствии с законом материалах Оперативно-розыскной Контрразведывательной деятельности Или же негласных следственных действиях В отношении лица имеются достоверные данные О совершенном или же готовящемся им преступлении Третье Задержание лиц по подозрению в совершении преступления Производится после проведения необходимых неотложных следственных действий За исключением основания, предусмотренного статьей 2 Уголовно-процессуального кодекса Четвертое При наличии иных данных При наличии иных данных Которые дают основания подозревать Что лицо В совершении уголовного правонарушения Может быть задержано Лишь в том случае Если это лицо пыталось скрыться Либо Когда оно не имеет постоянного места жительства Или же Не установлена личность подозреваемого Либо когда в суд направлено ходатайство О санкционировании меры пресечения В виде содержания под стражей Пятое Срок задержания лица Подозреваемого в совершении уголовного правонарушения Исчисляется с момента Фактического задержания И не может превышать 72 часов Что понимается под доставлением Это мера процессуального принуждения Применяемое на срок не более трех часов В целях выяснения причастности Лица к уголовному правонарушению Потерпевший, а также Любой иной гражданин Имеет право На задержание лица Совершившего уголовное правонарушение И ограничение его свободы Передвижения Для передачи или же доставления В орган уголовного преследования Или же иной орган государственной власти С целью пресечения возможности На совершении им иных посягательств При задержании лица По подозрению в совершении Уголовного правонарушения Должностное лицо Органа уголовного преследования Устно объявляет лицо Лису По подозрению в совершении Какого уголовного правонарушения Оно задержано Разъясняет ему право На приглашение защитника Право хранить молчание И то, что сказано им Может быть использовано Против него в суде В случае, если задержанный Не владеет казахским Или же русским Или же иными языками Либо не может в момент задержания В силу алкогольного Наркотического Токсико-манического Опьянения Либо болезненного Психосоматического состояния Адекватно воспринимать Разъяснение ему прав То права подозреваемому Разъясняются ему Соответственно В присутствии переводчика При необходимости Или же защитника До начала допроса В качестве подозреваемого О чем делается отметка В протоколе допроса В срок указанный В части первой статьи 129 Уголовно-процессуального кодекса Должностное лицо Органа дознания Дознаватель Следователь Составляет протокол задержания Подозреваемый Подлежит освидетельствованию В порядке Предусмотренной статьей 223 Уголовно-процессуального кодекса Для установления общего Его состояния здоровья И наличия телесных повреждений В протоколе задержания Указываются следующие сведения Первое Это фамилия Имя, отчество При его наличии Подозреваемого Кем задержан подозреваемый Основание, мотивы Место задержания Время фактического задержания И доставления С указанием Часа, минуты Третье Сведения О разъяснении прав Подозреваемому Далее Результаты Личного обыска Результаты Личного обыска Сведения О состоянии здоровья Задержанного Время и место Составления протокола Протокол Подписывается Должностным лицом Его составившим Подозреваемым И защитником При его участии Ознакомление Обязательно Протокола К протоколу Прилагаются Заключение Медицинского Освидетельствования Запись О произведенном Задержании Лица Осуществляющие Досудебное Расследование Оно Обязано Письменно Сообщить Прокурору Должностному лицу Оно обязано Письменно Сообщить Прокурору В течение 12 часов С момента Составления Протокола Задержания То есть Значит О задержании 12 часов Это Информирование Прокурора Лицо Может быть Задержано По подозрению В совершении Преступления В срок Не более 48 часов Это Является Новеллой Уголовно-процессуального Кодекса Несовершеннолетний В срок Не более 24 часов То есть По Несовершеннолетним У нас Сокращается Срок На половину За исключением Следующих Случаев Когда Допускается Задержание На срок Не более 72 часов Вот в каких Случах Все-таки Осталось По Предыдущему Уголовно-процессуальному Кодексу Время 72 часа Это Когда При задержании По подозрению В совершении Особо Тяжкого Преступления Это Категория Преступления Где Санкции Лишения Свободы Предусмотрено Свыше 10 лет 2-е При задержании По подозрению В совершении Террористического Или же Экстремистского Преступления 3-е При задержании По подозрению В совершении Преступления В ходе Массовых Беспорядков Далее При задержании По подозрению В совершении Преступления В составе Преступной Группы Преступная Группа Это Группа Где Участвуют Два Или более Лиц Которые Лиц Совершающих Преступление Далее При задержании По подозрению В совершении Преступлений Связанных С незаконным Оборотом Наркотических Средств Психотропных Веществ Прекурсоров И их Аналогов Против Половой Неприкосновенности Несовершеннолетних А также Умышленного Преступления Повлекшего Смерть Человека Следующее Невозможности Обеспечить Своевременное Доставление Лица К следственному Суди Вследствие Отдаленности Или же Отсутствие Надлежащих Путей Сообщения А также В условиях Чрезвычайного Положения Или же Чрезвычайной Ситуации Следственный Судья Опять-таки Новая Фигура Которая Судья Он Значит Осуществляет Свою Деятельность При Судах Первой Инстанции По всем Этим Вопросам Есть нормативное Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан От 28 Декабря 2009 года Номер 7 О применении Норм Уголовного Уголовно-процессуального Законодательства По вопросам Соблюдения Личной Свободы И неприкосновенности Достоинства Человека Противодействия Пыткам Насилию Другим Жестоким Или Унижающим Человеческое Достоинство Видом Обращений И Наказания Следующий Вопрос Участники Уголовного Процесса Вправе Обращаться К лицу Осуществляющему Досудебное Расследование Прокурору Судье Или в суд С ходатайствами О производстве Процессуальных Действий Или же Принятие Процессуальных Решений То есть Ходатайство Это означает Просьба Для чего? Для установления Обстоятельств Имеющих Значение В ходе Уголовного Процесса Обеспечения Прав И законных Интересов Лица Обратившегося С ходатайством Или же Представляемого Ими Лица Желательно Ходатайство Подавать В письменной Форме И Если Возможность Возможности Не будет Подать На самом Процессе Или же На Досудебном Расследовании В данном Случае Нужно подавать Через Канцелярию Ходатайства Заявление Ходатайств Возможно В любой Стадии Процесса Лицо Заявившее Ходатайство Должно Указать Для установления Каких Обстоятельств Оно Просит Произвести Действие Или же Принять Решение Вот когда Ходатайство Подается Его Подают Это Ходатайство В письменном Виде В нескольких Экземплярах Основное Это при подаче Если подается Через Канцелярию На втором Экземпляре Необходимо Проставить Входящий Входящий Номер Принятия Документа Этого Ходатайства В дальнейшем Будет указывать На то Что Ходатайство Было Подано И В какие Сроки Письменные Ходатайства Приобщаются К материалам Уголовного Дела Устные Заносятся В протокол Следственного Действия Или же Судебного Заседания Здесь Мы Применяем Правила Принятия Устных Заявлений Когда Устно Заявляется Ходатайство Если Это Происходит На процессе Уголовном Суде Секретарь Судебного Заседания При протоколировании Должен Указать В протоколе Что Заявлено Ходатайство И о чем Это Ходатайство Второе Решение И действия Лица Осуществляющие Досудебное Расследование Прокурора Суда Или Суди Могут Быть Обжалованы В установленном Настоящем Кодексом Уголовно-процессуальном Порядке Участниками Процесса А также Физическими И юридическими Лицами Если Проводимые Процессуальные Действия Затрагивают Их Интересы С начала Досудебного Расследования Все участники Процесса Имеют право На обжалование Действия Должностных Лиц В случае Если Эти лица Не Совершают Незаконные Действия На любой Стадии Можно Обжаловать Жалобы Подаются В тот Государственный Орган Или Тому Должностному Лицу Которые Уполномочены Законом Рассматривать Жалобы И принимать Решения По данному Уголовному Делу То есть Если Следователь На стадии Досудебного Расследования Совершает Какие-то Незаконные Действия Жалобы На действия Следовательно Можно В первую очередь Подать Жалобы На вышестоящий Орган Начальнику Следствия Если Мы видим Игнорирование И на этом уровне Есть Орган Это орган Прокуратуры Который Осуществляет Надзор За Досудебным Расследованием Значит Можно Подать Жалобу На действия Сотрудников В орган Прокуратуры И В компетенции Рассмотрения Жалоб Это Следственного Суде Жалобы Могут Быть Устные Письменные Устные Жалобы Заносятся Протокол Опять-таки По тем же Правилам Внесения Устных Заявлений Которые Подписывают Заявитель И Должностное Лицо Принявшее Жалобу К жалобе Могут Быть Приложены Дополнительные Материалы Лицу Не владеющему Языком На котором Ведется Уголовный Процесс Обеспечивается Право Подачи Жалобы На родном Языке Или языке Которым Оно Владеет Лицо Подавшее Жалобу Вправе Ее Отозвать В уголовном Процессе Рассматриваются Гражданские Иски Физических Юридических Лиц О возмещении Имущественного Морального Вреда Причиненного Непосредственно Уголовным Правонарушением Или Общественно Опасным Деянием Невменяемого А также О возмещении Расходов На погребение Лечение Потерпевшего Сум Выплаченных Ему В качестве Страхового Возмещения Пособия Или пенсии А также Расходов Понесенных Связи С участием В производстве Дознания Предварительного Следствия И в суде Включая Расходы На Представительство Доказывание Гражданского Иска Предъявленного По уголовному Делу Производится По правилам Установленным Уголовно-процессуальным Кодексом Если Правоотношения Возникшие В связи С предъявлением Гражданского Иска Не урегулированы Уголовно-процессуальным Кодексом То Применяются Нормы Гражданского Процессуального Закона В той части В которой Они не противоречат Уголовно-процессуальному Кодексу Лицо Оправданное По суду А равно Подозреваемый Обвиняемый Подсудимый В отношении Которых Вынесено Постановление Суда Органа Уголовного Преследования Прекращение Уголовного Дела По основаниям Предусмотренными Пунктами 1 2 5 6 7 И 8 Части 1 Статьи 35 Уголовно-процессуального Кодекса Подлежат Реабилитации То есть Восстановлению В правах И не могут быть Подвергнуты Каким-либо Ограничениям В правах И свободах Гарантированных Конституцией Республики Казахстан Суд Орган уголовного Преследования Должны Принять Все предусмотренные Законно-меры По реабилитации Лица Указанного В части 1 Настоящей Статьи И Возмещению Вреда Причиненного Ему В результате Незаконных Действий Органа Ведущего Уголовный Процесс По этому вопросу Есть нормативное Постановление От 9 Июля Вред Причиненный Лицу В результате Незаконного Задержания Содержания Подстражей Домашнего Ареста Временного Отстранения От должности Помещения В специальную Медицинскую Организацию Осуждение Применение Принудительных Мер Медицинского Характера Возмещается Из бюджетных Средств В полном Объеме Независимо От вины Органа Ведущего Уголовный Процесс Есть правила Выплаты Имущественного Вреда Причиненного Лицу Оправданному По суду Подозреваемому Обвиняемому Подсудимому Отношение Которых Вынесено Постановление Суда Органа Уголовного Преследования О прекращении Уголовного Дела В результате Незаконных Действий Органа Ведущего Уголовный Процесс В случае Смерти Гражданина Право На возмещение Вреда В установленном Порядке Переходит К его Наследникам А в части Получения Пенсии Пособий Выплата Которых Была Приостановлена К тем Членам Семьи Которые Относятся К кругу Лиц Обеспечиваемых Пособием По случаю Потери Кормильца Вред Не подлежит Возмещению Лицу Если доказано Что оно Входит до Судебного Расследования И судебного Разбирательства Путем Добровольного Самоговора Препятствовало Установлению Истины И тем Самым Способствовало Наступлению Последствий Указанных В настоящей Статье Требования Возмещения Вреда Причиненного Незаконными Действиями Органа Ведущего Уголовный Процесс В порядке Предусмотренным Уголовно-процессуальным Кодексом Могут быть Предъявлены В течение Шести месяцев Со дня Получения Извещения Разъясняющего Порядок Восстановления Прав В случае пропуска Этого срока По уважительной Причине Он может быть По заявлению Заинтересованных Лиц Восстановлен Судом Имущественный Вред Причиненный Лицам Это Что Относится К такому Вреду Первое Заработная Плата Пенсия Пособия Иные средства И доходы Которых Они лишились Имущество Незаконно Конфискованное Или обращенное В доход Государства На основании Приговора Или иного Решения Суда Штрафов Взысканных Во исполнении Незаконного Приговора Суда Судебных Издержек Иных Сум Выплаченных Лицом В связи С незаконными Действиями Сум Выплаченных Лицом За оказание Юридической Помощи Иных Расходов Расходов Понесенных В результате Уголовного Преследования Не позднее Одного Месяца Со дня Поступления Заявления Судья Определяет Размер Вреда Запросив В необходимых Случах Расчет От финансовых Органов Органов Социальной Защиты После чего Выносит Постановление О производстве Выплат И Возмещение Этого Вреда С учетом Инфляции Если Дело Прекращено Судом При рассмотрении Его В апелляционном Или же Кассационном Порядке Указанные Действия Производит Единолично Судья Суда Рассмотревшего Дело По первой Инстанции Без Проведения Судебного Разбирательства Орган Ведущий Уголовный Процесс Принявший Решение О реабилитации Лица Обязан Принести Ему Официальные Извинения За Причиненный Вред Иске О компенсации В денежном Выражении За Причиненный Моральный Вред Предъявляется В порядке Гражданским Судопроизводстве Если Лицо Было Подвергнуто Незаконному Уголовному Преследованию О сведении Об уголовном Преследовании Задержании Содержании Подстражей Временном Отстранении От должности Принудительном Помещении В медицинскую Организацию Осуждений И других Предпринятых В отношении Его действиях Впоследствии Признанных Незаконными Были Опубликованы В печати Распространены По радио Телевидению Или же Иными Средствами Массовой информации То По требованию Этого лица А в случае Его смерти По требованию Его родственников Или же Органа Ведущего Уголовный Процесс Принявшего Решение О восстановлении Его прав Соответствующие Средства Массовой информации Обязаны В течение Одного Месяца Сделать Об этом Сделать Это Если Шестимесячный Срок Для подачи Требования О возмещении Вреда В порядке Предусмотрены Уголовно-процессуальным Кодексом Лицо В праве Обратиться В суд В порядке Гражданского Судопроизводства По вопросу Исчисления Сроков Сроки Установленные Уголовно-процессуальным Кодексом Исчисляются Часами Сутками Месяцами Годами При исчислении Сроков Не принимается В расчет Тот час И те сутки Которыми Начинается Течение Срока Это Правило Не относится К исчислению Сроков При задержании Содержании Подстражей Домашнем Аресте И нахождении В медицинском Учреждении Или же Организация Образования С особым Режимом Содержания При исчислении Срока В него Включается И нерабочее Время Срок Исчисляемый Сутками Истекает В 24 часа Последних Суток Срока Срок Исчисляемый Месяцами Истекает В соответствующий Месяц Число Последнего Месяца Срока Если Окончание Срока Приходится На месяц В котором Нет Соответствующего Числа То срок Истекает В последний День Этого Месяца Срок Исчисляемый В годах Истекает Соответствующий Месяц И число Последнего Года Срока Если Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Кроме случаев исчислений сроков при задержании, содержании под сражей, домашнем аресте, нахождении в медицинском учреждении или организации образования с особым режимом содержания. При задержании лица по подозрению в совершении уголовного правонарушения срок исчисляется с момента часа с точностью до минуты фактического применения этой меры. При исчислении сроков, содержании под сражей, домашнего ареста, а также нахождении в медицинском учреждении или организации образования с особым режимом содержания, в срок включается первые сутки срока. Процессуальные действия, совершенные участниками уголовного процесса, по истечении срока считаются недействительными. Процессуальные решения, что понимается под ними, это акты органов, ведущих уголовный процесс, вынесенные в связи с осуществлением производства по уголовному делу. Под документами признаются те доказательства, сведения, изложенные или же удостоверенные физическими, юридическими, должностными лицами и имеют значение для уголовного дела. Материалы, в которых зафиксированы фактические данные о противоправных действиях, полученных с соблюдением требований закона Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, о контрразведывательной деятельности, являются документами и могут использоваться в уголовном процессе в качестве доказательств. По этому вопросу есть нормативное постановление Верховного суда от 20 апреля 2006 года, номер 4, о некоторых вопросах в вопросах оценки доказательств по уголовному делу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...